добрый день друзья вот хочу снять продолжение о мастике для пола показать как она работает переложил ее в баночку от горчицы так будет проще немножко тут фон сделал потому что у нас то солнце то пасмурно пошел опять снег холодно ну ладно значит вот досточка для разделки на портовая разделочная доска вот как работает вот мастика видите то есть любая жидкость не смачивает а легко скатывается вытерю тряпочкой все остались маленькие капельки но внутрь вода не идет вот точно также она работает на паркете на линолеуме на любом покрытии для пола закрывает поры не дает испаряться каким-то вредным веществам сама экологически чистая получается вот я уже показывал как его можно кушать и придает красивый скажем так блеск она не блеск матовая значит красоту деревянным изделиям это то что касается это моя будущая мойка на кухне будет что еще обрабатываю такой мастикой но вот допустим всем известная пинель когда говорят что она плохо открывается поэтому ее сразу как только купил вот ручка здесь из ореха я ее взял и пропитал вот этой вот мастикой специально испытывал купался в ванной бросил его на на мне там плавала где-то наверно раз может быть больше прошу прощения вытру палец вчера шинковал капусту ну и задел немножко палец вот то есть вот этой пинельки уже никакая вода не страшна час-два-три я уверен она может проезжать в воде точно так же ничего не разбухнет будет открываться закрываться все отлично работать ну и еще пару экспериментов хочу сделать это при вас покрыть вот такую досточку из бука отвратительная доска все время ее кривит крутит то есть все таки доски должны быть склеены из нескольких пород или вот когда много отдельных брусочков склеиваю и и так же вот у меня есть это у нас мадрона вот такой шпон и вот такой вот шпон каморора корень камороры ну вот тоже обработать вот этой мастикой посмотреть что получится как будет проявляться цвет но давайте попробуем давайте начнем вот с этой мадроны стороночку берем несколько этих таких листиков у меня лежит уже много лет не знаю куда их использовать просто вот голову не приходит ну вот попробуем использовать так самому интересно что получится не пробовал положу ее на досточку вот с центра интересно я думал что гораздо больше будет свет проявляться конечно проявляет она все таки надо время не сразу вот она получается впитывается впитывается в эту структуру и проявляет ее делаю более яркой более выявлены рисунки то есть для отделки деревянных конечно детали это будет очень даже неплохо ну пропиток лаков там всяких конечно много продается но вот хотелось именно такое чтобы оно было безопасно и для того чтобы хорошо работало ну не зря ну не зря самые дорогие трубки курительные обрабатывают именно только карнаубским воском вот поэтому я и решил что ну и еще самое главное что он карнаубский воск не белеет при воздействии влаги если использовать пчелиный воск он при воздействии влаги белеет вот карнауба так влаги не боится ну видно разница вот не обработанная вот обработанная и прямо вот темнеет на глазах вот получается вот этот шпон вот становится более красивым и даже не просто темнеет как бы проявляется рисунок намного более красивый рисунок я думаю что на более темном дереве будет еще более ярко выражен этот эффект вот теперь положим в сторонку а попробуем на более темном вот такой он корень комароры не знаю что это дерево кустарник что это такое но были брусочки конечно я бы сделал рукоятки для ножей ну а вот что со штоном делать пока в голову ничего не приходит интересно прожилочки которые были просто темными становятся как черными вот такие глазки проявляются тут меняется рисунок интересно очень сильно меняется рисунок сейчас обработаю покажу вот это вот 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 так ну вот я думал наоборот больше проявится на темном фоне но она как-то по-другому просто действует изменяет вот вот эта вот часть обработана вот вот эти точечки проявились вот эти линии гораздо больше проявились вот они более черными стали вот эти точечки ну не скажу красивее не красивее но видимо проявила все-таки свою именно правильную структуру а вот свету на светлом фоне уже вот смотрите сколько прошло там две-три минуты уже более гораздо более явно стало видно вот вот это покрытие то есть что питалась на ощупь такой же бархатистая абсолютно нежирная абсолютно нежирная распитается располируется будет вообще отлично ну вот это то что касается не буду я уже может эту дощечку можно хотя и промазать показать просто не будет конечно она уже так боятся воды можно будет уже бесстрашно ее бросать в мойку забывать в мойке ничего не произойдет конечно из одного цельного пуска дерево его крутит даже просто возле кастрюли какой-то там с борщом полежит это досточка и уже начинает ее крутить то в одну то в другую сторону ну конечно бог не очень красивое дерево то что я хотел показать как как изменяется цвет и что происходит после этой мастики все спасибо спасибо